Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник от прят с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны. У каждого дня есть свои традиции и названия, которые на Руси неукоснительно соблюдали. В этом году масленичная неделя началась с 11 марта в понедельник, заканчивается 17 марта в воскресенье. Уже на следующий день, 18 марта, начинается Великий пост, который знаменуется Чистым понедельником. Что такое масленица, какие традиции и обряды сопровождают этот праздник, об этом всем нам рассказала жительница майского сельского поселения Анна Регнер. Масленица – это праздник восточных славян. Он существует на протяжении долгих веков и начинает историю с языческих времен. Идет он в течение недели перед Великим постом. Проводится весело и задорно, с большими народными гуляниями, символизируя окончание зимы и приход весны. За это время появилась масса традиций и обычаев, а блины стали его главным символом. Что такое масленица? Праздник масленицы является пограничным между зимой и весной, сохраняет черты элементов славянской мифологии, которая сформировалась до крещения Руси. Он длится одну календарную неделю. После него наступает Великий пост, до которого от начала торжеств ровно 56 дней. Тем веселее и с большим водовшивлением отмечается этот семидневный отрезок. Почему он так называется? В праздновании масленицы на Руси название произошло от масла, которое, как и другие молочные продукты, будет под запретом. После начания недели, ровно по завершении прощенного воскресенья, начнется семинедельный Великий пост. А семидневка перед ним получила название масленица. Почему на масленицу пекут блины? Интересно, что символом самой масленицы блин стал только в 19 веке. Причем он обозначает солнце. Светило и раньше присутствовало в языческих праздниках, ведь именно оно растапливало снега и пробуждало богиню Лелю. А внешний румяный и масленичный блин, конечно, похож на жаркое весеннее солнышко. Блины на масленицу считаются главным лакомством. Я хочу вам рассказать рецепт своих блинов, которые я всегда пеку на масленицу в течение всей недели. Рецепт этих блинов называется «Блины безупречные». Берем 2 яйца, 1,5 ложки сахара, взбиваем их хорошо, пол чайной ложки соли, опять же взбиваем, добавляем 1,5 кружки молока теплого, 1,5 кружки муки, все это опять же взбиваем, потом тоненькой струйкой вливаем 1,5 столовых ложек сливочного растопленного масла и 1,5 кружки кипятка. Все это мы хорошо перемешиваем. Получается вот такое вот тесто, очень жидкое. Это тесто должно постоять полчаса, чтобы растворились все комочки. Потом мы смазываем сковородку подсолнечным маслом. Что хочу заметить, сковорода должна быть очень хорошо нагретой. Если сковорода не догрелась, блин будет комом, которого медведем мы отнесем. Традиции празднования масленицы уходят корнями вглубь нашей истории. И в былые времена, и сейчас этот праздник отмечается с размахом. Народ старался провести празднование масленицы веселее, ярче, сытнее, с разнообразными развлечениями, играми и частушками. Принято было считать, как проведешь празднование масленичной недели, таким и весь год будет. Приходите, заходите на румяные блины, нынче масла на неделю, будьте счастливы, как мы. Весна не весна, а зимой расстались, блины напекла, а вы отказались. Пятый блин я слопала, но мне юбка лопнула. Пойду юбку зашивать, чтобы есть блины опять. А блин я маслицем намажу, сверху меду положу, я едок большого стажу, сколько вешу, не скажу.